Думаю, на сегодня это будет как бы последнее видео перед сном, потому что уже практически 12 часов, сейчас золушка превратится в тыкву и будет все, капец. Так, суть заключается этой записи в том, что в принципе, что побудило меня создать этот блог. И два месяца назад мой знакомый положил такую идею мне в голову, типа, знаешь, Наташа, поди, стань блогером, может, у тебя получится, ты как-то улучшишь свою жизнь. Я сразу была против, после этого он мне пару раз еще рассказывал, что в принципе, неблохо было бы, если бы ты стала блогером. Спустя некоторое время я подумала, что в принципе вокруг меня происходит много событий, которые как-то перекручено выглядят, то есть они выглядят как-то через, то ли через задницу они выглядят, то ли еще как-то пойми как. И в принципе, быть блогером, в моем понимании, это как бы не создать какое-то ток-шоу из тиктока, где ты просто набираешь 2 миллиона лайков за какой-то, я не знаю, дурацкий поступок. Это, скажем так, это скорее такой себе философский канал о том, что ты на самом деле из себя представляешь. То есть, ну, как бы, человек, который, я не знаю, матерится постоянно, нехотя, но он будет употреблять какие-то слова такие матерные. То есть, сейчас я говорю, в принципе, здесь без мата, и это не составляет такого большого труда. То есть, я здесь скорее делаю ударение не в тех словах, не в тех местах, как бы окончания глотаю. То есть, как сказать, моя речь может быть и не такая уж качественная, потому что в голове перемешано много разных языков. Но смысл заключается в том, что в пересказах иногда все выглядит не совсем так, как оно есть. Этот блогерский, как бы, канал, он будет объяснять суть того, что, в принципе, я думаю о данной ситуации лично. То есть, как бы, это будет мое тело, мое лицо, мои руки, мои ноги на фоне, я не знаю, какого-то пейзажа или на фоне домашнего интерьера, как ты сидишь, картошку чистишь и что-то такое рассказываешь. Это, как бы, меня побудило создать этот блог, только то, что хочется, как бы, не то, чтобы кого-то там добить или что-то кому-то доказать. Мне просто хочется создать свой аналог Mein Kampf. Это не фашизм, как бы так говорить. Это, ну, как сказать, это вид новой философии, которая, наверное, возможно, будет неплохо звучать в 21 веке. То есть, это такой вид рассуждения жизни, где вот вокруг пути людей, у которых держится за что-то, что было раньше. А здесь, как бы, попытка порассуждать о какой-нибудь ситуации, которая, в принципе, может быть, будет развиваться как-то по-другому. То есть, это не совсем не политика. Ну, не то, чтобы не совсем политика, это скорее попытка обратить внимание на то, что одни люди не слышат других людей, и при этом они обижаются на что-то, что звучит в их голове лично. То есть, здесь нельзя поучать людей или что-то еще такое делать, потому что все люди свободны, живут во всем демократической стране, и каждый имеет право на свое мнение. Этот блог, это скорее будет, как бы, ну, не так, чтобы тебя неправильно не пересказывали, ты можешь просто создать свой блог, в котором ты выскажешь свое личное мнение о той или иной ситуации. И не как-то там из-под тяжка, а вот официально, скажем так, как герой собственного сериала, который будет, допустим, выходить три раза в неделю по пятницам, и будет занимать там, я не знаю, 10-15 минут. То есть, цель будет заключаться не в том, чтобы собрать миллион подписчиков или что-то еще, а чтобы просто сидя, я не знаю, на диване или сидя на лавочке в парке, рассказать о том, как у меня прошла жизнь, как прошел день. И не так, что вот мне те сказали это, я им это, а не мне это, а просто рассказать о том, что, в принципе, происходит в мире, и о том, что жизнь не заключается в том, как один ругается с другим. Кроме этого всего, есть еще и другие события, которые, возможно, помогут жить дальше просто так и были более лучше, в зависимости от того, что в этот день будет происходить. То есть, я как бы планирую сделать из этого своего блога такое себе заседание по ток-шоу, скажем так, минут на 10-15, раз где-то в 2-3 дня. Вот это мои, как бы, такие основные планы из того, что я, как бы, на себе наметила. То есть, это не из-за... это просто... это просто в начале, скажем так. Может быть, возможно, со временем я накоплю денег и куплю себе получше видеокамеру, и буду снимать какие-то другие видео или что-то еще, но... Может быть, я перееду за границу и буду показывать, как я там обустраиваюсь. То есть, я не знаю, чем дальше это все закончится, но пока что я не хочу сидеть в Фейсбуке, в Вайбере или где-то еще. То есть, я приняла решение, при котором я буду собственной фигурой и собственным голосом рассказывать о том, кто я и чего я думаю о жизни. И, в принципе, здесь... здесь, я думаю, будут неплохие мысли, которые... которые будут довольно интересны. А может быть, и нет. То есть, вначале я делаю это для себя. Это не делается для того, чтобы набрать миллион подписчиков. Это для вас. Помним, какие-то Off... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...